За окном лето и самый волнующий, самый важный вопрос во всех головах наших татарстанцев это где отдохнуть и как отдохнуть. Сегодня мы будем говорить непосредственно об этом. Здравствуйте, это Актуальный Разговор, меня зовут Тимофей Вагнер. Итак, где отдохнуть и как отдохнуть, мы решили сузить нашу тематику до такого как автотуризм. Надеюсь, каждый из вас является определенным автопутешественником, но к сожалению на сегодняшний день большинство наших граждан автопутешествия, наверное, думают о них только как от дома и до дачи. На самом деле на своей машине можно проехать практически весь мир. Как это сделать, сегодня мы выясним вместе с моими гостями. В гостях у меня Мария Блохина, руководитель клуба путешествий. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте. Итак, автотуризм. Начнем с ликбеза. Это наша обязательная рубрика. Какие главные требования? Ну, понятно, что наличие автомобиля. Наличие автомобиля, да. А еще, какие требования для того, чтобы действительно назвать себя автотуристом? Ну, наверное, в принципе, довольно просто путешествовать по России, как все знают, но мы можем поговорить о том, как путешествовать за границей на своем автомобиле. Ну, сначала давайте просто по России, просто по России это так. От требования, ну, конечно же, машина, ну и, естественно, в принципе, важно, когда несколько водителей. То есть не в одиночку путешествовать, потому что это неудобно, когда только ты за рулем постоянно, ты уже не можешь получать эмоции и впечатлений от путешествия, смотреть вокруг, на архитектуру, на природу. Потому что важно, чтобы были люди, которые могут тебя заменить. Ну, это вот, давайте прям сухо так по списку пойдем. Ну, понятно, автотуризм, наличие автомобиля. То есть напарник, или даже может быть несколько. Человек, который будет тоже с правами, который будет вас заменять, хорошо. В принципе, наверное, остальные моменты, они уже вполне решаемы, так, по мере подготовки к путешествиям. Вот сегодня будем решать, будем все решать. Как по-вашему, вот, как директора все-таки туристического целого объединения, популярность автотуризма по сравнению с другими? Я думаю, что набирает рост это направление в туризме, так же, как и многие другие. Потому что люди, в принципе, стали намного больше ездить, путешествовать по России, не только по России. И автотуризм, как интересная такая отрасль, когда ты свободен в своем перемещении, ты едешь, куда ты хочешь, смотришь то, что тебе нужно. Никто тебе не диктует, как это делать. Он, в принципе, да, он становится популярным и неспроста, потому что это очень интересно, на мой взгляд. Существует ли, вот, это мы все ликбез продолжаем, какие-то компании, организации в нашем городе, которые могут помочь именно автотуристам? Я думаю, что если ты задумал все-таки путешествие какое-то самостоятельное на машине, то не стоит опираться на какие-то компании, а нужно просто самому изучать информацию. У нас, слава богу, есть сейчас интернет, который служит нам прекрасным помощником, как организовать путешествие, как спланировать, где остановиться. То есть все вопросы можно заранее решить в интернете, изучить маршрут, карты, все, абсолютно все. Понятно, вот об этом и начнем сейчас подробно говорить. Итак, планирование этапа, наверное, вот так вот мы следующую часть программы назовем, потому что, мне кажется, планирование это и есть одно из, не знаю, тех положительных эмоций, да, одна из тех положительных эмоций, которая предвкушение поездки. Ты планируешь, где ты будешь, ты изучаешь. Вот, как по-вашему, какие подводные камни есть в планировании, на чем люди ошибаются? Ну, подводные камни состоят в том, что, в принципе, в неопытности, когда ты в первый раз что-то решаешь делать, ты некоторых вещей не знаешь, не всегда во всем разбираешься, но, в принципе, это все довольно решаемо, потому что, как я говорила, начать, наверное, стоит с того, что вообще решить, куда ты едешь, как ты хочешь путешествовать. Давайте сейчас импровизировать, давайте вот прям с вами подумаем, ну, например, мечта всех женщин, и если мужчина ей скажет об этом, она согласится ехать на любой машине, да, едем, давайте, из Казани в Париж, вот давайте, планируем. Как это лучше сделать, по-вашему? Из Казани в Париж, ну, это будет долгое путешествие. Долгое? На машине, долгое, интересно, наверное, через всю Европу. Ну, я думаю, что, во-первых, через Москву, дальше через Белоруссию, потому что через Украину я бы сейчас не решила советовать, вот, а через Белоруссию, через Брест мы въезжаем в Европу, в Польшу, там проходим, как бы, визовый контроль, и все, мы в Европе. Дальше уже можно, в зависимости от своих пожеланий, спланировать маршруты, это через Австрию, Венгрию, через Германию, то есть, в принципе, можно по своим пожеланиям, по тому, как ты видишь, вот, что ты хочешь посмотреть в Европе, уже доехать до Парижа, непосредственно до Франции. Ну, получается, через всю Европу. Понятно. Можно там сделать какой-нибудь крюк, то есть, там, через Италию проехать, то есть, возможности уйма. Ну да, на самом деле, Европа-то небольшая, да, поэтому ее объехать легко. Но, тем не менее, планирование, значит, определились мы, едем в Париж, определили географический маршрут, дальше, что еще нам надо? Ну, примерный, да, можно непримерный, то есть, прям так, идем, Казань-Москва, Москва-Минск, Минск-Брест, Брест, и до Парижу. И до Парижу. Вот. Что еще надо в планирование включить? Ну, в планировании теперь уже, когда мы определились с какими-то основными пунктами, да, через которые мы приезжаем, уже читать конкретно про, по маршруту. Где вы будете, опять-таки, находить жилье, планировать прям по дням, да, по километражу, смотреть, где ночевать. Это можно, конечно, сделать не прям с точностью такой пунктуальной, но хотя бы примерно набросать себе план, как это будет. Так давайте набрасывать. Так, ну, километраж, например, обязательно нужно учитывать, чтобы в день вы приезжали не более 400 километров, желательно. Через Россию мы можем сделать марш-бросок, да, потому что ничего такого, в принципе, удивительного, возможно, для вас и не будет. Но дальше, когда мы уже в Европе, это будет очень утомительно, если это будут долгие переезды каждый день. Вас уже действительно не хватит эмоций, чтобы смотреть вокруг, общаться с людьми, вот, и вы не будете получать такого кайфа от путешествия. Поэтому важно не очень долго пути проводить, а еще оставлять время себе, чтобы походить по городам, общаться. Хорошо, 400 километров, хотя 400 километров для Европы, это пол-Европы. Ну, не более, не более я сказала, а меньше, да, нужно иметь даже больше. Хорошо, значит, в этап планирования мы еще включаем, получается, трассы, по которым мы поедем, и на этих трассах, получается, вот эти гостиницы различные, в том числе, я так понимаю, на машине, там, кемпинги, но об этом мы попозже поговорим. Итак, мы, да, вот выехали, распланировали, что мы едем непосредственно в Париж. Все замечательно до пересечения с границей. Вот это для автолюбителей, причем, если я так смотрел отзывы, кто как говорит, кто простоял два часа, а кто и сутки. Как выбрать, как узнать? Ну, нужно посмотреть, конечно, пропускные пункты, которые есть, потому что, вот, например, Брест, под Брест, если через Белоруссию мы, вот, как бы, в Париж едем, то там можно простоять, да. Опять-таки, это зависит от дат, когда вы едете. Если это праздники, накануне праздников, то 100% вы простоите в очереди там несколько часов. Но также есть какие-то небольшие пропускные пункты рядом, то есть нужно обязательно изучить этот вопрос конкретно, где вы пересекаете границу, какие там пропускные пункты, и выбрать то, что, где минимальный поток. А, то есть, есть такое? Да, это, разумеется, есть. А я думал, что, как бы, можно только по федеральным каким-то трассам. Ну, они федеральные тоже, просто они, там, например, в 100 километрах, вот, ну, вот, на границе, да, находятся. И просто нужно выбрать, тоже прочитать эту информацию, изучить, спланировать, где вы будете пересекать границу. То есть в этом, в принципе, тоже никакой сложности нету, главное, заранее об этом позаботиться. Хорошо, продолжим путешествие от Казани до Парижа сразу после короткой рекламы. Продолжаем разговор. Сегодня тема у нас автотуризма, то есть путешествие на своей машине. Очень многие из вас как-то переживают и боятся, вот машин не доит и так далее. Я понимаю, что техническое состояние автомобиля, это важнейший аспект в этом, но если ваша машина на ходу и у вас все в порядке, то отправляйтесь именно, занимайтесь именно таким видом туризма, потому что это абсолютная свобода. Но есть какие-то свои подводные камни. Сегодня мы их обсуждаем, вот пересечение границ мы обсудили, то есть место очень важно выбрать. И самое, наверное, важное, это документация вся. То есть, как мы понимаем, что если на машине, это виза и страховка. Виза, она какая-то другая, как ее получать человеку, чтобы он именно на машине. Потому что туристические компании, они сами все делают. А как делать вот человеку? Мы забыли сказать о том, что когда вы пересекаете границу, важно проехать через те страны, которые для вас либо безвизовые, ну как Белоруссия, например, для россиян безвизовая, и затем уже сразу же в страну, например, Шенгена, в которой у вас будет виза, то есть, чтобы у вас по пути еще не было каких-то пересечений границ, где нужна какая-то дополнительная виза. Это, например... Это важно. Ну вот, если вы, например, не через Белоруссию едете, а через какую-то, например, через Латвию или Эстонию... Ну, Латвия тоже, по-моему, Шенген. Ну, Латвия, да, Шенген, но в принципе нужно в этот момент... В Болгарии, грубо говоря. Да, в Болгарии, да. Нужно учитывать этот момент, поэтому вот этот вариант, который через Белоруссию, здесь нам нужна только Шенгенская виза. Ну, то есть для казанцев это оптимально, чтобы попасть в Европу, мы едем через Белоруссию. Хорошо. Итак, Шенген. Как? Где? Сколько времени? Сколько денег? Из Казани, из Казани. В принципе, сейчас довольно просто получить Шенген, если мы сравниваем с более ранним каким-то временем, потому что сейчас в Казани существует объединенный визовый центр, который помогает с оформлением шенгенской визы. Там такая система, что вам не нужно ехать в Москву, чтобы подавать документы, вы просто приходите к ним. Сначала можно прийти на консультацию, узнать, ну, то есть пакет документов, который вам необходим. Затем уже прийти с этими документами, просто подать эти документы и заплатить небольшой, ну, получается, взнос в эту организацию. Я читал, но... Он, в принципе, небольшой, потому что это порядка тысячи рублей вместе с визой, это будет две с половиной. Хотя вот, например, туристические компании, которые оформляют визу, они берут от пяти тысяч рублей. То есть это намного дешевле, намного проще. И, в принципе, это, ну, то есть вы самостоятельно занимаетесь своей визой. Я читал, поэтому, но там очень много споров. Там прям каждый по-своему говорит. Поэтому где правда, давайте раскроем сейчас глаза. Давайте раскроем. Да, потому что одни говорят, что, ну, там, семь, по-моему, пунктов, которые надо, там, паспорт, документы, да, какие-то документы. И самый важный, который возникает вопрос у многих, это наличие банковского счета. К сожалению, как бы не у всех есть банковский счет. Или он есть, они не понимают, что это банковский счет. И что на этом счете должны быть какие-то крупные суммы денег. Иначе вам визу не дадут. Вот другие под этим говорят, что это все мифы и не перестаньте. С вашей зарплатой вы нормально поедете. Где правда? На самом деле банковский счет, это также может быть просто обычная карта банковская. Например, мастер-карт, виза, то, что вы будете пользоваться за границей. Зарплатная? Да, зарплатная. На которой просто у вас лежит определенная сумма денег. Какая определенная? Потому что там говорят, что типа 300 тысяч. Вообще в Европу, если вы едете, то из расчета 50 евро в день. Вы считаете, соответственно, сколько у вас дней будет в Европе, в зоне Шенгена. Умножаете это все вот как бы на эту сумму. И эту сумму вы должны положить на карту, снять справку, то есть в банке взять справку, что у вас лежит эта сумма на карте. Потом, в принципе, в эти деньги можете благополучно снять. Ну, то есть это, я читал, я читал эту схему. Это все работает, это все правда. У знакомых занять денег, положить на счет, взять справку. Но, сейчас, опять же, там говорят, что они смотрят, чтобы в течение трех месяцев там движения были финансовые какие-то. Или нет такого пока? Такого нет. И также, вы знаете, очень зависит, наверное, от того, какой страны вы делаете Шенген. Потому что тут есть небольшая разница. Вот давайте, какая страна проще? Проще всего сделать из Казани Шенген Финляндию. Финляндию. Вам не обязательно ехать в Финляндию, вы оформляете Шенген Финляндии. А затем, когда вы въезжаете в Шенген, за вами уже никто не следит. То есть едете вы в Финлядию, не едете вы в Финлядию. Сложности возникают, скорее, на этапе получения визы. То есть уже не въезда непосредственно, а на этапе получения визы. А просто по зарплате можно получить Шенген? Просто человек, обычная зарплата. Справка 2 НДФЛ, а нет мочи 4. Ну, нет, все-таки должно быть подтверждение. То есть какая-то зарплата, это должна быть справка с работы, это раз, да. Но вы должны подтвердить все-таки, что эти деньги у вас есть в наличии, что вам будет на что там жить, и вы не останетесь беженцем в Европе у них. То есть они из ФД очень волнуются, что вы останетесь там. Очень боятся. Продолжаем. И да, вот мы по поводу визы говорим. Моментов, конечно, много, но все хорошо, получили мы визу. Дальше мы на машине, насколько я понял, должны получить вот такую грин-карту. Где ее выдают, как ее выдают, и зачем она вообще нужна. Потому что я видел, что когда по западным дорогам уже автобан, у меня там стикеры на окно. А нам, где это получается? Ну, это получается в страховой компании, насколько я понимаю. То есть уже на транспортное средство, во-первых, оно должно быть у вас технически исправно. То есть это вы тоже как-то подтверждаете документами. То есть там техосмотр и, соответственно, страховку на машину делать. Вроде это все вот как-то так делается. Ну, насколько я читал, я посмотрел, что наши тянут до последнего, ну, чтобы сэкономить деньги. И прямо перед Белоруссией стоят вот это, такие будочки. И прямо в этих будочках оформляют. Стоимость тоже там не очень большая, но это важный момент. Хотя, опять же, если сейчас вы, может, поправите меня, сколько людей ездило туда, никого никогда не остановили. Единственное место остановки – это пересечение границы. Больше никого не остановили. Ну, я думаю, что да, это вполне возможно, но все равно это стоит сделать. Потому что, если, мало ли, вы станете первым, то штрафы в Европе, они довольно высокие, не стоит рисковать. Согласен полностью. Так, переходим к следующему вопросу. Вот как раз это гостиницы и кемпинги. Как их лучше бронировать? Стоит ли их бронировать? Потому что, опять же, споры в интернете. Поверьте, говорят, ну, одни пишут, что надо бронировать на таком-то сайте. Другие говорят, ни в коем случае не бронируйте. Приезжайте, места всегда есть. Европа – это не Турция, там не надо ничего, хотя и в Турции будет. То есть, вы приехали и прямо договорились с хозяином отеля, и вам будет гораздо дешевле. Так ли это? Ну, это такой довольно спорный вопрос, хотя бы с той стороны, что если у вас четкий план поездки, вот, например, как бы я сделала, я, наверное, предпочла бы останавливаться в городах, может быть, в менее крупных сельских каких-то деревушках, да, то есть, ну, в каких-то интересных местах, где что есть, что посмотреть. Вот, если у меня четкий есть маршрут и план, то, в принципе, нет ничего зазорного, чтобы забронировать заранее хостелы или гостиницы, выбрать какой-то вариант, который подешевле, но в то же время он хороший по отзывам, по рейтингам, да. Соответственно, узнать вот эти все детали, насколько гостиницы или хостел, они соответствуют вообще вашим представлениям о комфорте, уюте, это вы можете тоже через интернет заранее, потому что если вы вот прямо в дороге, вы, скорее всего, остановитесь, где попало, и, ну, есть риск нарваться на что-то не очень приятное. Ну, то есть, броня гостиницы – это просто перестраховка. Да, броня гостиницы – это перестраховка, и это более такой ответственный подход, когда вы изучаете отзывы, изучаете, что люди писали об этой гостинице, о хостеле. Понятно, а кемпинги для автомобилистов, в Европе очень популярно, почему-то русские туристы не останавливаются в кемпингах, ну, единицы. Если вы путешествуете летом, то это отличный вариант, это дешево, как бы это удобно, кемпинги, да, действительно много, они везде, и условия там вполне комфортные, то есть, вы приезжаете на машине, если у вас есть своя палатка, то идеально, да, то есть, вам не нужно вообще платить там за крышу над головой, вы спите в своей палатке, там есть все удобства, души, туалеты, кухня, где можно готовить. Это просто место. Да, это место, где вы ставите, как бы ночуете. Как правило, недалеко от крупных городов. Да, 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 это очень удобно. Хорошо, ну, вот приблизительно мы до Парижа-то добрались, еще вопросы вот в автопутешествиях, все равно надо какого-то патриотизма нам в конце программы обязательно добавить, и сейчас давайте путешествуем по России. Очень популярное направление, насколько я знаю, и сейчас многие ездят, это вот на юг куда-то, Сочи, в том числе Абхазия, Адлер и так далее. Что вы порекомендуете непосредственно, вот путешествие по России? Ну, я думаю, что Абхазия это неплохой вариант. Теперь мы еще и в Крым можем ездить, ну, хотя и раньше могли. Да, на юг это тоже такое, как бы популярное направление, поехать с всей семьей, на машине, на юг. Вот, единственное, что дорога может быть несколько утомительна, да, то есть это тоже нужно продумать, где останавливаться, как ехать, эти моменты, сколько ехать, да, сколько вы планируете километров в день. Но, наверное, я посоветовала бы Абхазию, вот так вот, то, что мне приходит в голову, потому что, в принципе, насколько я знаю, там сейчас довольно развита инфраструктура туризма вообще, то есть есть где остановиться, в принципе, там недорого. Ну, какие, давайте, пределы цены, потому что Сочи, это катастрофа, это как Нью-Йорк. Ну, Сочи сейчас, да, я вот не поехала бы в Сочи сама, если честно, вообще не тянет. А в Абхазии, в принципе, там и природа очень красивая, там есть заповедники, то есть если вы приехали на машине, вы можете пожить, например, три дня на море в кемпинге, либо снять в частном секторе жилье, потом поехать в заповедник, да, в какой-то там, походить радиалками, либо просто тоже на машине поездить, посмотреть вот это вот, спланировать маршрут свой так, чтобы это было интересно с точки зрения и отдыха на море, и культурных каких-то ценностей, да, посмотреть и города, архитектуру, и природу тоже полюбоваться в то же время. То есть, ну, для меня Абхазия такое интересное направление. Ну, а еще давайте по России путешествуем, куда бы вы рекомендовали? Потому что я слышал, конечно, много про Байкал, но как представил эти 6 тысяч километров, это, конечно... Ну, на машине на Байкал, да, это утомительно. Сам Байкал, он того стоит, и если у вас есть машина уже на Байкале, это очень круто, потому что вы можете его объездить, посмотреть многое, но доехать, это, ну, проблематично будет, скажем, утомительно, очень утомительно. Давайте из Казани, чтобы... Возможно, но по трассам, соответственно, как бы... А если вот такой вот вариант возьмем, тоже очень часто я слышу, и по Европе в том числе, это человек прилетает туда, и там снимает машину. Давайте, вот из Казани едем смотреть Байкал. Каким образом лучше это сделать? Ну, либо самолет, либо поезд. Поезд дешевле. Ну, доехали до куда? До Иркутска. До Иркутска. И машину снимаем в Иркутске. Да, да, арендуем, получается. И потом... И потом, это у вас много возможностей, это как южное побережье Байкала, это западное, то есть там очень много мест таких вот именно культовых, можно поехать на остров Ольхон, например, в ту сторону. Там Малое море, остров Ольхон, тоже очень интересно, это такое, ну, как мифологическое место Байкала, центр шаманизма, и очень много мест. Можно в поход в горы пойти тоже. А дикие места есть там? Есть дикие места, это... Есть, например, Байкальская тропа, большая пешеходная Байкальская тропа, по которой можно пройтись несколько дней. Ну, это, наверное, с машины, да, неудобно будет вам привезти. Ну, хорошо, машину оставлять, и потом... А можно пройтись по этой тропе, то есть там, в принципе, вы идете от одного, но все равно пункт от другого, и довольно дикий участок с дикими бухтами, такой с красивой природой байкальской. А на юге Байкала тоже много чего можно посмотреть. Круга Байкальская железная дорога, можно понять проехать. Ну, говорят, что там грязновато на юге. Север Байкала вообще идеально чистый. Север Байкала, да, поскольку там меньше народа, меньше кто туда добирается, естественно, но это тоже надо хорошо подготовиться. То есть... Туризм там вообще-то... Для лайт-версии, наверное, это все-таки что поближе к Иркутску. Там есть места, как действительно, вот населенные пункты есть некоторые, где очень много туристов, куда лучше не соваться. А есть места более дикие, интересные, тоже нужно все информацию. А не соваться почему? Потому что тоже цены какие-то... Ну, и цены сразу выше, и просто много туристов. Ну, а то и где туристы, там грязь. По крайней мере, с нашими туристами это однозначно так. Понятно. Давайте еще, предлагайте Россию. По России. Ну, самое легкое, наверное, если по городам поехать в Петербург, например, из Казани, да. То есть это вы за два дня через Москву доедете в Петербург. Если вы на машине, то тоже это очень интересно, поскольку в Петербурге не только в самом городе есть много что посмотреть, но также поездить по окрестностям. Там это и пресловутый Петергоф, и Паловск, и Пушкин, и можно в Выборг съездить. То есть очень много таких интересных пригородов. А сама трасса? Сама трасса? Ну, трасса как трасса, загруженная, в принципе, дальнобойщики. Ну, то есть как на Москву, точно так же и на Петербург. Да, точно так же. Но мы обязательно через Москву должны ехать? Да, через Москву. Ну, через Москву можно объехать, но все равно эта трасса через Москву, если вы едете в Петербург. Хорошо, вот, Санкт-Петербург, еще. По Золотому кольцу России можно проехаться. Какие города мы там посещаем? Это Владимир. Это что у нас еще? Я, честно говоря, подробно вам не скажу, какие это города, то есть он просто знает, что как идея это интересно, если вот как бы... Ну, она как раз на машине и получается, по-моему. На старых, да, стародусские города, да. Суздаль, Ярославль, по-моему, там, с заездом в Иваново, ну, это кому надо. То есть, в принципе, возможности тоже уйма поездить и по России. Ну, единственное, что если в Европе все рядом, все такое игрушечное, и вот буквально 100 километров ты уже в каком-то другом потрясающем интересном городе, то в России у нас с огромной расстояния, и на машине... Ну, это... Я понял, да, на самом деле, планировать поездку на машине по России, вот это и есть, да, риск. Да, да. Если в Европе, то там как такого риска нет. Хорошо, и в конце, Мария, вот какое-нибудь обращение, пожелание всем нашим туристам, которые планируют этим летом куда-то поехать. Может на машине, может пешком, а может и банально. Ну, я хочу пожелать всем, во-первых, смелости, потому что если это ваше первое путешествие такого рода, самостоятельное, это нужно набраться смелости в какой-то мере. Но, с другой стороны, все довольно просто. Нет никаких сложностей, которые, возможно, мы сами себе иногда придумываем. Нужно просто изучить информацию, благо сейчас возможностей для этого огромное количество, подойти ответственно к подготовке маршрута, разработке и вперед. Попутного ветра. Спасибо большое. В гостях у меня была Мария Блохина, руководитель клуба путешествий. Большое вам спасибо. Вам спасибо. До свидания. До свидания. Друзья, а вам я скажу следующее. Действительно, на чем бы вы ни поехали, куда бы вы ни поехали, выборов всегда только два. Или вы ударяете очень больно себя по печени различными напитками и ничего не видите, и ничего не хотите. Или вы можете сэкономить и увидеть очень много. Решать исключительно вам. И на любой кошелек, на любой бюджет найдется обязательно какой-нибудь туристический маршрут. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова